Здравствуйте! В эфире Мои Удмуртии новости в студии Марина Валь. Задолжал за коммуналку, отдавай машину. В Ижевске накануне приставы исполняли решение суда, искали автомобили должников и, когда находили, эвакуатор увозил машины на штрафстоянку. Кто-то из владельцев успевал в последнюю минуту заплатить по счетам, а вот хозяин этой иномарки сегодня остался без авто. По закону, машина через 10 дней может пойти с молотка на аукционе. По данному должнику существует задолженность свыше 50 тысяч рублей. С 2010 года это задолженность он не погасил. Вот сейчас мы обнаружили автомобиль, сейчас мы его арестуем. В последующем передадим на реализацию. И вырученные денежные средства мы пустим на погрешение задолженности. У должника еще остается шанс вернуть автомобиль. Для этого сплатиться по счетам нужно до аукциона или отдать другое имущество не меньше суммы задолженности. Кстати, официальная цифра коммунальных долгов уживчан перевалила уже за полтора миллиарда рублей. Еще на одном железнодорожном переезде в Ижевске на Красноармейской появятся видеокамеры, а госавтоинспекторы переходят на усиленное патрулирование переездов. Поводом стала печальная статистика аварий на железнодорожных путях, и Удмуртия здесь зачастую в антилидерах. Тему продолжит Елена Лебедева. Азинский переезд у нас оборудована камерой видеофиксации, где мы можем при проезде поезда посмотреть нарушителей. Вот автобус проезжает, у нас сигнализация горит, то есть приближается поезд, а шофер автобуса нарушает правила. Переезд на Азино – один из самых оживленных в Ижевске. Здесь за сутки проезжает порядка 10 тысяч автомобилей. И хотя всевидящее око следит за водителями уже не первый год, лихачей меньше не стало. Нарушают правила сплошь и рядом, несмотря и на работающие светофоры и установленные шлагбаумы. В результате – страшные ДТП. Эта трагедия произошла у деревни Лынгаза в Яловского района. На переезде грузовой локомотив протаранил пожарную машину и легковушку. Водитель «семерки» погиб на месте. Только за первые месяцы этого года в республике уже произошли две серьезные аварии на железнодорожных путях. А нарушения правил переезда исчисляются сотнями. За нарушение правила переезда санкция тысяча рублей в виде штрафа – это первый раз. А в дальнейшем – вплоть до лишения от трех до шести месяцев. Если повторно это правонарушение уже будет, то лишение на год однозначно. Удмуртия из года в год в антилидерах по количеству ДТП среди регионов Горьковской железной дороги. Сегодня в республике 149 переездов. И лишь 24 из них оборудованы автоматическими устройствами заграждения. А десятки переездов и вовсе не охраняются. А по словам все тех же инспекторов дорожной полиции, дежурный на переезде – это дополнительная гарантия безопасного движения. А еще строительство путепровода в Удмуртии уже скоро такой появится. Строительство кольцевой дороги на перегоне Юськи-Лудзя запланировано строительство путепровода. Оно в какой-то степени снимет напряженность в целом по переездам в районе города Ижевска. В прошлом году уже стадия проектирования началась. Я думаю, в этом году уже проект будет наверняка готов. Цена вопроса нового путепровода – не менее 15 миллионов рублей. Деньги выделяет республика, но это планы на перспективу. А уже в этом году еще на одном переезде в Ижевске на Красноармейской железнодорожники установят видеокамеры. В свою очередь, госавтоинспекторы предупредили – патрулировать ЖД-переезды с этого года будут чаще. Елена Лебедева, Максим Кузнецов, телеканал «Моя Удмуртия». В Ижевске начали ликвидировать резиновые квартиры. Об этом сообщили на круглом столе в МВД по Удмуртии. Фиктивная регистрация и постановка на учет с 1 января стали уголовно наказуемыми. В поле зрения полиции попали не только иностранцы, но и жители других регионов Российской Федерации. Наказывается данное деяние штрафом в размере от 100 тысяч до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 3 лет, либо принудительными работами на срок до 3 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового, либо лишением свободы на срок до 3 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, либо без такового. В Ижевске такое наказание уже вынесено по 20 уголовным делам. На рассмотрение еще два по одному из них в однокомнатной квартире зарегистрировано 110 человек. В Ижевске начали падать деревья, виной тому не только погода, но и старость растений. Во дворе дома 220 по улице Пушкинская рухнувший клен оборвал линию личного освещения. Перегороженной оказалась и дорога вдоль дома. Движение транспорта и пешеходов на время заблокировалось. Местные жители уже не первый год опасаются старых деревьев, но к подобному случаю оказались не готовы. Деревья, конечно, не уже высокие. Мы боимся, что они упадут и на машину, и тут и дети играют. Береза тоже высокая. Мы обращались, чтобы что-то спелили, но сказали, что береза относится к какой-то другой организации. Уже к вечеру авария была ликвидирована сотрудниками Горсвета. В подобных случаях жителям можно обращаться и в управляющие компании. Заявку они обязаны рассмотреть в течение суток. Строительство детского сада в деревне Большое Волково под пристальным вниманием сотен человек. Новостройку там ждут практически в каждой семье. Деревня – один из лидеров по рождаемости в Бавожском районе. А старый детский сад с прибавлением не справляется. Анастасия Редько расскажет подробнее. Маленькая дырения в школу еще не скоро, но девочка просто вынуждена готовиться к ней сейчас, потому что в ее садике в одной группе и малыши, и подготовишки. Так что занятия проходят для всех – на 50 квадратах и игровой, музыкальный зал и спортивный, и обеденный. Выкручиваемся, да, вот в настоящее время 23 человека у нас в группе. Старший, младший тоже по списку 22 человека. Спальни у нас маленькие, не хватает мест. Вот приходится уже с младшей группы старшую спальню детей укладывать. Не хватает кроватей, не хватает места. У меня сегодня на обед пюре карпафельное, рыбные котлеты и салат. Пищеблок – больная тема. Он находится в отдельном здании, и не раз за него попадала заведующая от санврачей. Оборудование устарело, по новым санпинам нужны отдельные цеха. Ну и, конечно, таскать тяжелые ведра с едой на завтрак и обед – дадит садовский групп. Нянечкам не совсем удобно. Ну, неудобно, да. Это и в холода, и в дождь, и в мороз. Под дождем все надо носить. Отдельная цеха должна быть, а у нас вот как бы их нет. Детский сад скромный, одноэтажный. В деревне Большой Волково его строили в 70-е всем колхозам. Тогда хватало. Сегодня, когда деревня выбилась в лидеры порождаемости, за путевками очередь. Закрытие удастся, когда построят новый детский сад даже больше. Появится возможность подвозить детей из соседних деревень, в которых садиков нет. Возводить здание начали в конце прошлого года. На сегодня работы идут. Уже построены подвальные помещения, заканчивается первый этаж. Строительство первого этажа. Будет побольше места, будет актовый зал, пищеблок будет в этом же здании. Строители Большеволковским ребятишками и их родителям новый садик обещают сдать уже к осени. Анастасия Редько, Юрий Горов, телеканал «Моя Удмуртия». Кто в Удмуртии лучший актер, режиссер и актриса, и чей спектакль – открытие минувшего сезона. Театральная весна началась жарко с фестиваля профессиональных театров. Подробности в сюжете Яны Городиловой. Кукольные герои, актеры Владимира Степанова капризничают, потому что очень волнуются. Сегодня их спектакль «Звездный мальчик» будут смотреть театральные гуру. В зале среди добрых зрителей притаились столичные театральные критики. Мы будем надеяться, что критики-то окажутся там добрые, хорошие. Сильно ругаться не будут. Не раскритиковать, а найти изюминку и дать вектор развития. Вот задача жюри. За неделю они поставят диагноз современному Удмуртскому театру. Пациенты – лучшие постановки шести из семи профессиональных коллективов республики, кроме оперного. Он из-за ремонта не сможет показать Аиду, для которой необходима как минимум неделя репетиций на большой сцене. Критерий, конечно, чтобы это было интересно, прежде всего. Чтобы это было интересно, чтобы это было умно, чтобы это было не забито, чтобы никто не скрывался за какие-то пыльные совершенно стены школы, которые уже не существуют. Искусство должно радовать. Завтра пройдет смотр самого скандального спектакля прошлого сезона «Человек-подушка». Билеты на него в кассе русского драматического раскупили еще в конце февраля. И если и живчан эта остросюжетная постановка шокировала, то как отреагируют эксперты, предугадать сложно. Несмотря на то, что пьесы Макдонаха очень жесткие, даже жестокие, спектакли этой жестокости не чувствуются. Но чувствуются все те проблемы, которые волновали Макдонаха. И социальные, и человеческие. И самое главное – это ответственность человека за свои поступки. Мне кажется, сегодня она особенно ярко звучит. Зрители тоже смогут проголосовать за своих любимых артистов. Для этого поставят специальные урны. Имена победителя объявят 31 марта на театральном капустнике. Яна Городилова, Юрий Зеленький, телеканал «Моя Удмуртия». На этом все. Удачного вам дня и до встречи.